Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. За 50 минут до Ширяева впервые в Самаре открыли навигацию в Репинские места на воздушной подушке. Процесс идет. В Самарской области капитально отремонтировали более тысячи многоквартирных домов. Битва полов. В Самаре открылась фото-выставка «Мужчины о женщинах, женщины о мужчинах». Из Самары в Ширяево с ветерком путь по Волге открыт. Впервые в истории самарской навигации до поселка можно добраться на судне на воздушной подушке, которому дали романтическое имя «Нептун». Два таких речное пассажирское предприятие купило в прошлом году. Рейсы интересны не только жителям Ширяева, но и туристам. В путешествие на воздушной подушке отправилась Марина Матвейшина. Это просто космос. Восхищаются пассажиры, наблюдая, как судно на воздушной подушке отправляется в путь. На поверхности Луны не пробовали, а по снегу и льду, по воде и земле подушка пройдет, рассказывает капитан Валерий Легостаев. «Нептун идет плавно и приятно, но нужно всегда быть на чеку. Прямо по дороге могут идти рыбаки или целый караван снегоходов движется прямо навстречу подушке». Капитан Валерий Легостаев управляет подушкой уже третий год. До этого работал на скоростных судах, ракетах и метеорах. Теперь возят пассажиров на самой безопасной для подушки скорости 50-60 км в час. Хотя возможности у судна вдвое больше. «Может она до 90 разогнаться. Если ветер, попутный ветер, она разгоняется. Приходится ее маленько просто придерживать. Нельзя. Потому что она, да, вот здесь вы видите, сейчас отналадилась хорошая у нас эта обстановка. А то по первости здесь был и лед, и торосы, ни влево, ни вправо». «Мы одни из первых туристов, которые прибыли из Самары в Ширяево на судне на воздушной подушке. Такой маршрут организован впервые за всю историю самарской навигации. С ветерком, с комфортом, всего лишь 50 минут в пути и мы на месте». Судно на воздушной подушке вмещает в себя 21 пассажира. В будние дни организован один круговой рейс из Самары в Ширяево. По выходным два. «С каждым днем пассажиры поток растет. То есть все больше желающих воспользоваться этим маршрутом. Если ехать в кружную автобусе, это будет где-то порядка 3,5-4 часов, двумя пересадками». А с середины февраля запускают новый маршрут по Волге – Самара-Виновка. Он будет работать только по выходным дням. И это будет не просто переправа на другой берег, а целый пакет туристических услуг – посещение монастыря, экскурсии и питания. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Больше тысячи многоквартирных домов отремонтировали в области по программе капитального ремонта, что нужно привести в порядок в первую очередь. Лифты, фасад или кровлю – решали сами жители на общих собраниях. В 25-м доме по улице Клиническая в Самаре инженерные системы отремонтировали летом. Насколько качественно выполнены работы и как новые трубы и батареи справляются со своей задачей зимой – проверили представители фонда капитального ремонта и наша съемочная группа. Новые батареи в квартирах жильцов 25-го дома по улице Клиническая появились летом прошлого года. Старые чугунные постоянно выходили из строя. Трубы протекали в подвале. Теперь новые батареи греют на отлично. В принципе, недовольных вообще нет. В доме тепло, все достаточно эстетично, хорошо выполнено. Основное внимание во время ремонта уделили тепловому узлу. Теперь здесь установлена современная автоматизированная система. У нас стоит там датчик, переносится на управление вот сюда. Вот написано температура наружного воздуха – 12,8 градусов. То есть соотношение наружного воздуха и температуры подачи в дом горячей воды – вот 69,1. Специалисты фирмы-подрядчика по просьбам жильцов привели в порядок и само помещение подвала. Раньше рассказывают жители, сюда без резиновых сапог нельзя было пройти. Рабочие просушили помещение, заменили окна, на пол насыпали песок и щебень. Мы тут решили немножечко дополнительных работ сделать, так как у нас деньги с дома оставались ввиду отказа некоторых квартир и прочих. То есть мы добавили работы, согласовал нам это куратор ИНОФКР. Ну и в принципе вот все желания жильцев мы постарались выполнить. Как идут работы на объекте в течение нескольких месяцев проверяли специалисты фонда капитального ремонта. Сначала жители отнеслись с недоверием к рабочим, некоторые отказывались пускать в квартиры. В процессе работы, как подрядчик зарекомендовал себя, уже было больше доверия. Сантехников здесь принимали уже как родных и буквально просили их сделать дополнительно что-то по квартирам, когда не получалось им самим смонтировать. Всего в 2016 году в Самарской области отремонтировано 1044 дома. В фонде капитального ремонта сообщают, собираемость взносов выросла и превысила 90%. Почти стопроцентные сборы показали Богатовский, Борский, Челновершинский районы и город Отрадный. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. В Самаре двух сотрудников вузов подозревают в получении взятки. По версии следствия, во время январской сессии преподаватель университета путей сообщения за 51 тысячу рублей продал студентам правильные ответы к контрольным работам. Выявить нарушение помог оперативный эксперимент. Нечистой на руку может оказаться и доцент одной из кафедр медицинского университета. Согласно материалам дела, женщина получила взятку в размере 20 тысяч рублей. По версии следствия, преподаватель получила денежные средства от студентов пятого курса за проставление им зачетов по дисциплине, по дисциплине без фактического принятия этих зачетов. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, и в ближайшие месяцы оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу. В модернизации систем теплоснабжения в Самаре помогут инвесторы. Об этом говорили губернатор Николай Меркушкин и президент компании «Звезда энергетика» Николай Бех. Предприятие готово привести в порядок и задержать ряд бесхозных теплосетей в Самаре, участвовать в ликвидации возможных коммунальных аварий. И уже наладило сотрудничество с администрацией города. Заключили соглашение о передаче в пользование компании на длительный срок нескольких десятков объектов теплоэнергетики в Самаре. Раньше договоры аренды действовали лишь год, что не позволяло вкладывать средства в долгосрочное развитие сетей. Новая система дает возможность вкладывать инвестиции в ремонт коммуникаций. Концессия – это минимум 12 лет до 40. Поэтому у нас уже есть банки, которые согласны, есть инвесторы, которые готовы вложить денег, ну и наша компания готова вложить. Далее, коротко о других событиях дня. Госэкспертиза одобрила первый этап проекта по благоустройству и озеленению территории, прилегающей к стадиону Самара-Арена. Речь идет об участках в границах Московского, Ракитовского и Волжского шоссе, а также улиц Ташкентской и Демократической. Здесь планируют организовать зеленую зону с автоматическим поливом. Территорию лесопарка закроют для доступа специальным ограждениям, которое будет находиться под видеонаблюдением. Близлежащие жилые дома защитят от шума специальными экранами. Кроме того, предусмотрена вертолетная площадка. Парни, которые заминировал ТЦ «Космопорт», могут посадить на 2,5 года. Такой срок для 24-летнего Хурсана Амунбекова запросило гособвинение. Молодой человек, который в России уже несколько лет находится незаконно, позвонил на номер 112 и заявил, через час взлетит на воздух торговый центр «Космопорт». Это вам подарок от ИГИЛ. С Новым годом! После этого сообщения срочно эвакуировали более трех тысяч людей. Сотрудники спецслужб около шести часов обследовали помещение комплекса, но никакого взрывного устройства они не обнаружили. В тот же день молодой человек был задержан. Он признал свою вину и рассказал, что хотел насолить своей подруге, которая работала продавцом. Приговор будет оглашен уже на следующей неделе. Жители просят жаловаться на неплательщиков взносов на капремонт. Такое обращение опубликовал областной фонд капитального ремонта. Организации просят граждан оказать содействие в выявлении недобросовестных фирм. Речь идет о собственниках нежилых помещений, в которых располагаются магазины, салоны красоты и другие компании. Жители региона просят обращаться о таких неплательщиках по телефону, указанному на экране. Администрация Самара предупреждает горожан об опасности выхода и выезда на водоемы. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 15 сантиметров. Его надежность можно определить визуально. Прочный лед – это прозрачный, голубого или зеленого оттенка. Тонкий лед имеет оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, ноздреватый и пористый. Он обрушивается без предупреждающего потрескивания. На спусках к рекам Волга и Самара расставлены предупреждающие аншлаги. Переход-переезд по льду запрещен. Самарцы выпивают почти 7,5 литров алкоголя на человека в год, что ниже среднего показателя в ПФО. Эксперты связывают снижение потребления спиртного с законами, принятыми в Губернской думе. В регионе действует запрет розничной продажи алкогольной продукции с 22 до 10 часов, а также в некоторые памятные праздничные дни. А в июне 2015 года Губдума ввела дополнительные ограничения реализации спиртного в воскресенье с 5 часов вечера. Мужчины о женщинах, женщины о мужчинах. В галерее «Новое пространство» открылась уникальная выставка. Свой взгляд на противоположный пол сквозь призму фотокамеры представили 22 автора. Силы оказались равными. С каждой стороны одинаковое количество фотографов и работ. Кто же победил в этой битве полов, узнала Алина Чемерес. Завораживающий взгляд на черно-белом снимке. О том, что ее фотография будет на выставке, Александра знала, потому не смогла пропустить открытие. Автор снимка Андрей Лорионов рассказывает, в тот день фотосессию не планировал. Просто взял в руки камеру и понял, сегодня его героиней станет Саша. Какие-то у меня мысли свои возникли, определенный образ, и очень захотелось его реализовать практически. Фотография была сделана в районе Ладьи. Просто совершенно спонтанная фотосессия. Я позвонил Саше, сказал, давай попробуем посниматься, если у тебя есть время. Саша сказал, да. Пошли по городу и фотографировали. Но это авторский взгляд на меня, и мне он очень нравится. Мне кажется, это не про мой взгляд, а про взгляд фотографа. Старушки в колоритных костюмах, молодой человек, смотрящий в окно в прямом смысле из телевизора, веселые парни на городских улицах и загадочные леди. На выставке самые разные жанры и стиль, герои и героини. Владимир Иванов запечатлел на снимках свою супругу. Главные его помощники – свет и тень. Здесь на женском лице мы видим, как работает сеть. Вот здесь она тоже смотрит, якобы образовались какие-то солнцезащитные очки. Ну, это не солнце, но вот есть о чем. То есть я люблю очень снимать, когда есть содержание. А на другом снимке я его просто назвал ретро, к истокам. И взял два образа женщины, специально сделал это все без макияжа. Очень внимательно к своим героям относятся и женщины. Одни изображают на фото прекрасных принцев и сильных рыцарей, другие – мужчин трогательных и обаятельных. Наталью Шенкевич во время путешествия очаровал иностранец, который необычно фотографировал свою жену. При этом он принимал определенную позу. Это делалось очень резко, как будто он какие-то элементы борьбы демонстрировал и снимал. Это было настолько привлекательно, настолько интересно, что я не смогла пройти. Мужчины о женщинах, женщины о мужчинах. На этом гендерном фотосоревновании силы равны. На выставке работы 22 авторов. Свой взгляд на противоположный пол представили 11 дам и столько же кавалеров. В общей сложности фотографий 150, по 75 с каждой стороны. Портреты, репортажные кадры и постановочные снимки в жанрах и фантазии авторов не ограничивали. Мужчины более иронично, что ли, относятся вообще к миру. И при этом для них очень важно показать красоту женщины. Очень важно. Женщины мне показались тут больше философами. Они показывали разные образы через своих героев, через своих моделей. Увидеть фотовзгляд мужчин на женщин и женщин на мужчин жители смогут в галерее «Новое пространство» до 11 февраля. По мнению большинства гостей, которые уже познакомились с выставкой, в этой битве полов победило стремление понять друг друга. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Одной счастливой семьей больше в Самарской области продолжается программа «Жилье для российской семьи». Жители составят интернет-карту свалок. По всей стране стартовал проект «Генеральная уборка». 2 февраля – Всемирный день сурка. Сегодня мохнатые синоптики из Самарского зоопарка предскажут погоду на весну. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже почти 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Все вам доброго и удачи! Редактор субтитров А.Семкин